Чудом Божиим Чудом Божиим На территории Республиканской психиатрической больницы пациентов, которые посещали сестры милосердия, началось строительство первого монастырского храма. Деятельная вера, любовь Божия и забота человеческого сердца – это духовные лекарства от всякой болезни и печали. Сейчас сестры монастыря и сестричества, кроме психиатрической больницы, окормляют вторую клиническую больницу, взрослые и детские интернаты в новинках, интернат номер 7 для детей с задержкой психического развития, туберкулезный диспансер, медицинский центр для детей, больных, церебральным параличом. На монастырском подворье под Минском живут и трудятся около сотни братьев, для которых вера, молитва и труд на земле стали единственной возможностью вернуться к полноценной жизни после тяжких скитаний по дорогам этого мира. К заботам о болящих и душевно страждущих со временем прибавились заботы и о духовном просвещении. В монастыре сейчас есть издательство и аудиовидеостудия. Выходят в свет книги, снимаются фильмы, записываются духовные песнопения, беседы. Сестры и священники встречаются и беседуют со студентами и преподавателями вузов. По всей Белоруссии и за ее пределами проводятся православные выставки-ярмарки, которые становятся проповедью веры и любви. В числе первых строителей и работников зарождающегося монастыря были люди, пришедшие из больниц, тюрем, вытрезвителей, которые не могли сами справиться со своими недугами, но искали помощи Божией и верили в то, что Господь поможет и управит их жизнь. Так появились первые мастерские – столярная, керамическая, свечная. Желающих работать в обители с каждым днем приходило все больше и больше. Сейчас при монастыре действует более 20 мастерских. Монастырские храмы благоукрашены руками своих мастеров, иконописцев, стенописцев, столяров, кузнецов, швей, вышивальщиц. Приходя трудиться в монастырь, многие заново находят себя, обретают мир и тихую радость сердечную. Своим труженикам Господь воздает благодатью, которая укрепляет, вдохновляет и помогает жить в полноте и единстве. Мы работаем, молимся, надеемся и каждый день чувствуем милость Божию. Каждый день мы испытываем постоянное чудо, и другие начинают это чувствовать и приходят в нашу церковь, чтобы отдохнуть душой. Святая преподобная мученица Елисавета. Духовная опора Сестричества – монастырь. Сердце монастыря – храм, ось жизни – божественная литургия. В молитвах испрашивается Божие благословение на труд, даруются рассуждения и мудрость, чтобы во внешних трудах и заботах не забывать о строительстве храма своего сердца. В монашеском общежитии ставится целью достижения того единства, о котором молился Христос. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едины». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. Из завещания Архимандрита Сафрония Сахарова. 22 августа 2009 года исполняется 10 лет со дня первого иноческого пострига в обители. Сейчас в монастыре 85 сестер, игумения монастыря Матушка Ефросиния, духовник монастыря и сестричества Протеерей Андрей Лемешоник. Я молитвенно желаю, чтобы все добрые, святые дела, которые совершают сестры обители, сестры милосердия, продолжались бы, и чтобы все больше и больше людей, ощущая вашу любовь к Брижнему, обретали бы веру в Христову и приходили бы в церковь, а здесь обретали бы молитвенное настроение, помогай вам Господь и дальше творит добро. Ведь Господь Спаситель спросит от нас добрые дела. Вера без дел мертва. И вы творите добрые дела, и Господь да воздаст вам. И этими добрыми делами вы достучитесь до сердец тех, которые еще не обрели путь к Богу, к вере Христовой. Величаем, величаем вас, святые страстно терпевцы Елизавету и Марбору, ищем честное страдание ваше, я же за Христа претерпели вести.